Работал профессионал. Один выстрел в голову. Следов, конечно, никаких, да? Я же говорю профессионально. Как думаешь, твой клиент? Уверен. Пошли. Ну что, лейтенант, сработали, можно сказать, хреново. Человек, который должен был забрать закладку, к ней не пришел. Тем более засек слежку. Без закладки из Залашкевича. Товарищ майор, мы очень аккуратно вели это в Залашкевичу. Пролог. А срисовал он нас более аккуратно. В результате мы имеем труп. Все концы обрезаны. Сейчас пойдешь на железнодорожные пути и возьмешь закладку. Есть. То, что мы обнаружили в закладке, дает нам шансы на благоприятный исход дела. Йодос Адаматис. А фотография где? Почему нет фотографии? Будков, это сейчас неважно. Фотографии должны были наклеить. А вот этим вот поставить печать. На эту самую фотографию. По крайней мере, нам удалось пресечь передачу паспортов. А значит, мы обеспечили охрану рубежей нашей родины. С чем я вас и поздравляю. Садитесь, считали, как вкопанные. Как мы будем действовать дальше? У них нет возможности легально перейти границ. Они загнаны в угол. Поэтому попробуют сделать это нелегально. Нам только нужно понять, как именно. Тогда мы их сможем взять. Свободны! Работнички. Рапорту Копиевиковск. Там что, капитоне? Вольсты ли сенос позже дюмоня на статья? Палап, турбуте. Привет, Антон. Опять по делу? Угадал. Помощь твоя нужна. А я думал, ты наконец решил пиво сама выпить. Ну, честно говоря, мне сейчас не до пива. Опасная зверюга у меня в безграниц сходит. Как думаешь, кто из них больше получает? Наш командир или литовский? Думаю, литовский. А может и наш. Я не знаю. Я думаю, литовский. Я думаю, вот этот лабус, который свадьбы катает, больше, чем они, вдвоем зашибает. Ха, да он по сту баксов в час берет. Глядишь, уже миллионер. Ну, вот такие вот дела, Ирка. Если у меня появится, не упущу. Обещаю. Спасибо тебе. Кать, представляешь, вчера решила позагорать, уснула на балконе. Боюсь кожные лица. Сажегла, не знаю, что делать. Маска от солнечных ожогов лица. Измельчить лепестки ромашки, смешать с кефиром и сырым желтком. Смесь накладывать на лицо на 20 минут, после чего смыть водой. А у вас кожа сухая или жирная? А, сухая. Так, 10 трав для сухой кожи. А, Ванеч? Здрасте. Катерина, честное слово, мне перед вами так неловко. Это вам. Здрасте. Надеюсь, не сильно надоело? Ой, да нет, что вы. Да, спасибо вам огромное. Я даже не знаю, как вас облагодарить. Я, между прочим, Катя пригласила к нам поужинать, и она согласилась. Рит, я же сказала, что подумаю. Не, а что, в самом деле, приходите, посмотрите, как живем. Товарищ майор, у вас такая умная девочка, просто прелесть. Разве ты не по годам? Да? И чем она вас так очаровала? Она вас только знает о травах. А, так это неудивительно. У нас просто на погранзаставе в Узбекистане с книжками туговато. Вот она все лето и читала «Тысяча секретов народной медицины». Да? А что, других книжек у вас совсем не было? Было. Полное собрание Владимира Ильича Ленина. Я его на языке учила. Арина, пойдем домой, а? Ну все, Катерина, ждем вас вечером. Все, дама, честь имею. До свидания. До свидания. Вау. Господин капитан, я могу с вами поговорить? Запрошу меня Турилейко. Я к вам по очень деликатному вопросу. Мы можем немножко погуляться. Вы знаете, у меня родственники переезжают из России в Израиль. И, как говорится, все, что нажито непосильным трудом, не дают перевести. Так я подумал, может быть, вы сможете решить это. Я могу посмотреть на ваши документы? Конечно. Конечно. Я же понимаю, господин капитан, что вы с каждой встречи не будете разговаривать. Йосифас Кунис, проживаете в Польше? Да, да, уже шесть лет, знаете, имею небольшой бизнес, зарабатываю свою копеечку. Так вы бы там и решали свои проблемы, господин Кунис. Вы, Костяняча, высокий отбудурений. Я так и делал, но, понимаете, сейчас другие времена, пришли новые люди, а у них такие аппетиты, что я вам не могу руки садить. А что вы хотите переправить? Такой небольшой ящик деревянный, метр на метр. Господин капитан, я вам заплачу, как будто бы он был из чистого золота. Посмотрим, что можно сделать. Надеюсь, что у меня получится. Господин капитан, я вам хочу сказать, что у меня очень много родственников, и если все будет хорошо, то они и дальше к вам будут обращаться. Горозий нос. Слышь, брат, выручу я твою корову. Как это? Завтра узнаешь. На! Товарищ майор. Ох, чувство, я до дома сегодня не дойду. Что у тебя? Я нашел самый легкий способ пересечь границу. Излагай только быстро. Нужно нанять литовский самолет, от которого свадьбу возят. Так. Ночью с выключенными двигателями он может сесть где угодно. А для разгона нужно метров сто, а не больше. И сколько площадок в округе у него может сесть? Вокруг лестницы площадок пять, а так штук двадцать, если не больше. Фролов, ты знаешь что, иди молись, чтобы они не оказались такими гениальными, как ты. У нас на охрану границы едва людей хватает. Тут еще двадцать площадок по ночам караулить. Все. Ешьте, не стесняйтесь, я много напекла. Давай я тебе помогу. Не жаль, ты сама все это сделала? Нет. Папа картошку потер и молока заставу принес. У вас на заставе есть молоко? Ну, это очень интересная история. Наши парни, они задержали буренку за нелегальный переход к границе. А у них документов с собой не было. А когда ее стали допрашивать, она начала мучать, да? Ну, правда, забавная история, честно. Первый, прием. Простите. Первый слушает, прием. Товарищ майор, тут мужик за коровой пришел, прием. Второй, а что он на ночь глядит-то? Пускай утром и приходит. Все, конец связи. Простите, слышу. Может быть, сметанки? Да, с удовольствием. КОНЕЦ КОНЕЦ Это капитан Кришкевич из меня Пекарского. Не, до утра ждать не могу. Передай, что ко мне приходил его зверь. Алло. Алло, господин капитан. Алло. Первый слушает. Прием. Товарищ майор, это второй. Вам звонил капитан Гришкевичус. Хотел передать что-то важное. Просил, чтобы я вызвал, а потом связь оборвалась. Прием. Второй. Повтори, что он сказал. Дословно. Повтори, что он сказал. Прием. Сказал, что к нему приходил ваш зверь. Прием. Мне на заставу нужно. Это очень срочно. Простите. Простите. Лира, царги кралки, че герой. Кепчу с автобусом. Пощади манера. Здорово. Примите мои соболезнования. Товарищ майор, по душам хотели поговорить. Пивка попить. Все никак. А теперь мне даже к нему подойти нельзя. Ну, знали бы, где эта сука прячется. Хоть раз бы его мысли прочитать, как он мои читает. Два года назад уехал. Все, с тех пор я его вообще не видел. Годка кончилась, блин. Что делать будем? Откуда я знаю? Я женщина. Ты мужчина, давай, давай, решай проблему. Надо спросить у постояльца. Наспорим, у него ничего не выйдет. А знаешь, почему? Да потому, что он лох. Постоялец, ты где? Нет. Ну и хрен с тобой. Что ты ищешь, Виталя? Послушай, братишка, у тебя выпить есть? Понимаешь? Друг приехал. Ты выпить хочешь? Душа горит. Так ты не там искал. Держи. Держи. Человек. Уважаю. Будешь с нами? Нет, нет, устал, как собака. Все, 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 все. Сигареты наши у литовцев вообще так идут. А бухло вообще летит он как… О! О! Удимил, Виталя! Ай! Удимил! Тук-тук. 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 Я хотела вас будить. Вы очень сладко спали. Завтракайте. В десять за вами приедет машина. Спасибо за все, Антон. Я насчет коровы, гражданин начальник Я еще вчера вечером приходил Во-первых, здрасте Вас как зовут? Синельников Виктор А корова братва в Литве живет Виктор, вы понимаете, что граница это очень интересное дело Не может корова по пять раз на дню туда-сюда шастать Откуда мы знаем? Может быть вы у нее под хвостом контрабанду таскаете Товарищ начальник, какую такую контрабанду? Корова дура, что с нее возьмет? Молоко! А с вашего брата я возьму штраф 50 долларов, тогда он за ней лучше будет следить Товарищ начальник, не надо штрафу Я вам лучше шпиона Литовского покажу А вы мне ее и так отпустите Какого шпиона? Ну так отдыхните Ей богу, я этого агента сам выследил Слушайте, что вы несете? Какого агента? Ниньки постояли, железнодорожник Хренов Борис его зовут Я вчера вечером его на той стороне Вольно На той стороне видел Он вчера капитану Литовскому информацию передавал Какую информацию? А я почему знаю какую? Видел, они стояли и шишукались Потом капитан так поджал ему руку и пошел А сколько это было? Часов восемь, наверное Показать, где этот Борис живет, сможешь? А корова, товарищ начальник Я спрашиваю, показать, где этот Борис живет, сможешь? Угу, смогу Тревожную группу, машину, быстро! Жалов Мать честная Ну-ка, иди сюда Постоялец этот? Нет, это Дружбан к ним приехал Понятно Фролоп! Фролоп! Я Значит так, осмотри остальные комнаты, вызывай милицию Запроси все данные на этого железнодорожника, кто, откуда, когда приехал И фотографии из личного дела Выполняй Есть За мной За мной, бойцы По машинам А как же теперь я? А мне что делать? Все чисто А вы, Виктор Синельников, сходите в церковь и поставьте свечку И скажите Господу спасибо, что в живых остались Правда говорите, товарищ начальник, или шутите? Может, какие тут шутки Вот если бы этот Постоялец тебя вчера вечером увидел, лежал бы, как они Богородите дело, спаси и сохрани Ну что, малыш, спасибо тебе, до встречи Пока Ну что, едем? Все нормально? Так точно, все нормально Чего вы на меня так смотрите? Это нормально я на вас смотрю Садитесь Уже здесь? Ситуация у нас хреновая, парни На сегодня мы имеем трех очень опасных убийц И пробитый контейнер с радиоактивными материалами Двое из них не могут перейти границу из-за отсутствия паспортов А вот у третьего с документами все в порядке Но на литовской границе он уже засветился Иначе бы не пошел на убийство начальника литовской заставы А теперь давайте рассуждать логически Их задача переправить контейнер через границу Но они знают, что мы сели им на хвост Какой самый простой выход? Садитесь, садитесь, садитесь Я думаю, что эти двое, которые без документов Сунут этот контейнер любому водителю, естественно, за деньги А третий встретит его на той стороне Вот если оно так и будет, то помешать мы им не сможем Нет у нас для этого ни сил, ни средств А какие средства нужны? Мощные армейские дозиметры А давайте сделаем вид, как будто они у нас есть Я видел на складе штук десять миноискателей Нарисуем на них радиационные эмблемы Кто там разбираться будет Молодец, лейтенант Бутков За проявленную смекалку объявляю благодарность Служу Республике Беларусь Значит так, найдите бойца, который рисует стенгазеты и выполняете Есть Только бы помогло Петя Вы что, сегодня опять никуда не уходите? Проблема у нас Ждать надо Это у нас проблемы? А у тебя какие проблемы? Пришел, ушел Здорово, брат Счастливо, брат А у меня волосы лезут Как у щеледливой собаки Смотри Ты когда со мной идти соглашался Говорил, что смерть тебя не пугает Я как мужчина хотел умереть в бою А не как кнышов в подвале Так иди и умри Если терпения нет, я тебя силы не держу Не обижайся Трудно нам Мы люди вольные, нам воздух нужен Будет вам И свет, и воздух И упоение в бою Подождать надо день-другой Малышка, пошли, пошли Хорошая молочка у твоей коровы Все, лафа закончилась Теперь пей воду из-под крана Вот тебе, а не молочка Я на ее спецразрешение в комендатуре выпишу Зорька, пошли Пошли Да Товарищ командир, разрешите? Что у тебя? Из милиции пришли документы на этого железнодорожника Его зовут Борис Крайнов Давайте знакомиться Господин Крайнов Господин Кунис Что-то вы зачастили в Литву, господин Кунис Каждый день туда-сюда Молодой человек Вот вы когда обзаведетесь семьей Вещи к досмотру И вам нужно будет кормить маленьких детей Вы тогда и меня поймете, и этих людей И не будете задавать глупые вопросы Комплект Успокойтесь, проходите в автобус Спасибо Ну и как с такими деятелями работать, а? Ну как могли взять на работу в пограничную зону Человек, у которого паспорт липовый Прописка липовая Справка с прежнего места работы липовая Фотографию умудрились подсунуть Что хоть тебя, хоть меня вместо него можно представить Профи, товарищ майор Профи Как только ловить этого человека у невидимку Он сейчас в кабинет к нам зайдет Мы его с тобой даже не узнаем Думаю, мы тебя не поймаем? Если не повезет, боюсь, что нет Следов он не оставляет у ликтожа Одни трупы Ну а Витек этот с коровой Я принял помощь, как от козла молока Знаешь, как он мне его писал? С меня ростом, то есть с него, значит Лицо обыкновенное Особые приметы Голубая майка, черные трусы Я спрашиваю, ну откуда ты взял? Он говорит, мы когда у Нинки выпивали на кухне Я его увидел, когда он понуждево ходил А что смешного, Фролов? Плакать надо С такими помощниками мы его до второго пришествия ловить будем Разрешите идти? Идите Морис Крайнов Именно такими я и представлял себе людей в вашей профессии Дал вам номер моего телефона Сергей Лошкевич Его убили Через день после нашей встречи Он говорил, что пограничники его пасут Хреновая история Чем я мог быть вам полезен? Нужно груз перевезти через границу Небольшой ящик Там взять, здесь отдать Я должен знать, что в ящике Золото, бриллиант Старинные иконы, что же еще? Дорогое удовольствие Ну, в общем-то, я с удовольствием плачу за услуги специалистов Сколько вы хотите? Десять штук Плюс мы играем по моим условиям Какие ваши условия? Я на ту сторону не полезу Мне там сразу арестуют Сделаем так Встретимся на нейтральной территории И я заберу груз и доставлю туда, куда надо Интересно, а как я попаду на нейтральную территорию? Я вам барышню одну дам Она проведет Кто такая? Жена моя бывшая Старые обиды Незаконченные разборки Знаете, я откажусь от ваших услуг Слишком сложно А бывших жен старайтесь держаться подальше Мой вам совет Да, еще вопрос Что вы думаете насчет Витеса, который катает свадьбу на самолете? Ну уж, лучше рискнуть с моей бывшей, чем с ним связываться Почему? Ну, для начала я бы поинтересовался Откуда этот Витес берет разрешение на полеты в приграничной зоне? В каком смысле? Ненадежный он человек Прежде чем с ним связываться, нужно хорошо подумать Взлететь-то вы взлетите, а вот приземлитесь точно не туда Товарищ командир, разрешите обратиться? Обращайтесь Я по поводу той женщины, которую вчера в поселок подвозил А что, с ней что-то не так? Товарищ командир, вы у нас человек новый, поэтому можете не знать Это Катя, жена Маевского Того, который в прошлом году в Литву сбежал Ну, спасибо, что предупредили, буду знать Товарищ командир, я тут подумал, а что если нам за ней последить? Ну, а вдруг она с этими Маевсками сейчас отношения поддерживает? Вы свободны, лейтенант Так, а можете идти? Есть Скажите, а если мне придет фантазия полетать ночью? Двойной тариф Двести условных единиц в час А может ваш самолет совершить вынужденную посадку? Нет Это очень надежная модель Хорошо, а если я вас попрошу совершить вынужденную посадку на той стороне реки? Вы хоть сами понимаете, что вы мне предлагаете? Если об этом станет известно, меня лишат лицензии, заберут самолет, я потеряю все Сколько стоил ваш самолет? Дорого К тому же он меня кормит Значит так По моим сведениям, вы купили его за три тысячи, еще пятьсот, вложили в его ремонт Кормит он вас так себе Скорее не кормит, а не дает с голоду умереть Две свадьбы в неделю, это двести уек, уров на смех Это не ваше дело Мне хватает Я предлагаю вам следующее Послезавтра вы забираете с белорусской территории двух человек и ящик с грузом Прилетайте сюда, я даю вам тридцать тысяч Договорились Я должен подумать Вы знаете, не помню кто точно, но кто-то из великих говорил, что нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист при норме прибыли в триста процентов Так сказал Карл Маркс Ну вот и договорились Здравствуйте Здрасте Антон Вы один? Да Хочу вам предложить прогуляться, если вы, конечно, не выражаете Ну, конечно, с удовольствием Заходите, я только переоденусь Я внизу поножду Ну, говорите уже, Антон, не томите душу Ну, что говорить Ну, я не знаю Ну, не за грибами же вы меня сюда привезли Ну, все верно, не за грибами Знаете, Катерина, я хотел вас о помощи попросить Расскажите мне, пожалуйста, о лисе пахли Так, может, вам показать сразу? Можете Могу Конечно, могу Чего не сделаешь для хорошего человека? Пойдемте Осторожно Вот от этого дерева, вон, до той березки Прямо и никуда не сворачивать От березки 30 градусов влево, до кривой осины С кривой осины прямым-прямым до двух ив Там островок, он уже находится на нейтральной территории Ну, а дальше? Дальше я не знаю, дальше Маевский сам ходил Сами справитесь, товарищ майор Или прикажете вас проводить? Справлюсь Только вы меня подождите, пожалуйста, здесь Я скоро Так, города подвезете? Да, садитесь, пожалуйста Ты где был? Грибы собирал, держи Один? Почему один? С Катей А куда она делась? Потерялась Папа, как это потерялась? Ну что, ее одну в лесу бросил? Да ушла она, ушла Понимаешь, ее бывший муж, он контрабандист Вот я ее попросил показать мне проход через болото Папа, ну я думала, она тебе нравится А ты, оказывается, ее голос в служебных целях морочишь Слушай, маленькая, ты еще на такие темы рассуждать Иди лучше Папе сухие штаны принеси Да, я слушаю Катя, это Антон А я думала, вы получили, а то у меня все, что хотели Как получилось, глупо, я понимаю, что обидел вас Давайте встретимся завтра, я все объясню А мне и так все ясно Ну, нужна была вам эта тропинка через болото Пришли бы по-человечески, сказали Может, я и сама бы вам все показала Честное слово, ну не нужна была мне эта тропинка Антон, прекратите врать Я сегодня видела, как она вам была не нужна Только зачем же вы так подло поступаете Ребенка подсунули Мне в душу залезли Что, не терпится очередное звание получить? Да? Только вот дочка здесь при чем Я должен вам все рассказать Я ничего не хочу слушать Оставьте меня в покое Если буду нужна, вызывайте по повестке Товарищ майор Они завтра попытаются переправить контейнер на самолете Откуда такая верность? Информацию с первых уст, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Рассказывайте то, что вы мне говорили Только вы запишите, что я сюда сама пришла Само собой Мой муж Александр Евгеньевич выпить не дурак Но как зальет буркало и несет такое, что на голову не налезет Наталья Ивановна, вы можете по делу? Да, да Я же говорю, сегодня с этими двумя пропойцами напились С Ахутой и Барковичем И стал говорить, что деньжат по легкому срубил Вроде какой-то приезжий Попросил его в три часа ночи На футбольном поле, ну что за деревней, да старом Зажечь по углам огонь Туда самолет в три часа ночи прилетит Мужики смеются, он говорит Смейтесь, смейтесь А я вот триста баксов уже срубил А как дело сделаю, так еще столько же заплатят Вот Может быть он эти деньги в другом месте взял Да о чем вы говорите, мы за год таких денег не зарабатываем Я же не буду мужика за триста долларов терять Да Товарищ полковник, у вас майор Пекарский по очень срочному делу Все, извиняйте, Дернов слушает Алло, товарищ полковник По оперативным данным, на белорусскую территорию завтра прибудет самолет-нарушитель С целью вывоза на территорию Литвы контейнера с радиоактивными материалами Хорошо, завтра буду у вас сам Это дело нужно достойно завершить Постараемся, товарищ полковник Все Ты что, курить начал? Вот я так в зуб разболелся Слушай, иди спать От зубной боли погадает вошел фея Ну, это сердечное, чистосердечное признание своих ошибок Слушай, я вот тому несчастному, который на тебя женится Буду каждый месяц приплачивать И молоко за время здоровья Или он тебе за неисполнимую потерю В кого ты мне такая языка-то ему не приложу Все, спать Самолет приземлится вот на это поле В три часа ночи Посадка, забор груза Разворот, взлет Три, от силы четыре минуты Да, надо хорошо подготовиться Скрытно подогнать машины Выехать на поле с двух сторон Благо тут местность позволяет это сделать Подгоним тебе пару прожекторов соседней заставы Сделаем все по высшему классу В общем, майор Готовь дырку в мандире для ордена Сомнения у меня, товарищ полковник Ну, вдруг это отвлекающий маневр Ну, вдруг он специально нам слил эту информацию Чтобы приземлиться на каком-нибудь другом поле Сомнения девушек мучат перед тем, как замуж выйти У меня сомнений никаких Тем более, еще вчера мы получили информацию От наших литовских коллег Что будет нарушение воздушной границы И кроме того Их данные о месте посадки Полностью совпадают с твоими Я только одного не могу понять Ну, как такой профи мог довериться с Булдыг Ну, это же грубейшая ошибка Ошибка, ну Ошибки совершают все И ты, между прочим, тоже не без греха Ну, это жизнь Мы это понимаем Ну, что вы имеете в виду, товарищ полковник? Ну, майор, ну ты только из себя Юного-то пионера не строит И я имею в виду твою нежную дружбу С Екатериной Маевской Женой беглого преступника У меня нет с ней отношений Брось, майор То, что ты водишься с приграничными шлюхами Это, конечно же, плохо Но это дело молодое И понять это как-то можно Но то, что ты отпираешься и врешь Это гораздо хуже Вы бы выражение выбирали, товарищ полковник А ты У дела-то не закусывай, Пекарский Вот что делала у тебя эта дамочка Дома Все ночь А что делал ты У нее посреди ночи И вот интересно Чем мы в лесу занимались В приграничной-то зоне Грибы-ягоды собирали А ты не подумал, что во сне можешь Сболтнуть ей что-нибудь лишнее И сам этого не заметишь А она побежит к Маевскому И все ему расскажет Такой расклад тебе в голову не приходил, майор Я паранойя не страдаю, в отличие от некоторых Что? Что ты сказал? Я отстраняю тебя от руководства этой операции Свободен Надо будет, вызовем Привет Привет Он тебя обидел? Он думает, что я контрабандистка А я, между прочим, своему бывшему мужу Сразу так и сказала Что заявление на него напишу Если он не прекратит этим заниматься И что сделал твой муж? Ничего Сбежал Долги на меня повесил и сбежал Я потом квартиру продала, чтобы с людьми рассчитаться А теперь Антон думает, что я контрабандистка Да ничего не думай Он сам переживает Сегодня полночи не спал Закурить начал Ты что, меня успокаиваешь специально, да? Да я не вру Он честно переживает Но он же как ребенок Наскодит, а прощения попросить боится Я специально к тебе приехала Посмотрю, что сегодня вечером прискачет Ритка Какая ты чудесная девочка Я знаю, но когда я вырасту, я буду еще лучше Ну перестань, реветь, все ведь хорошо Рит, я хотела тебя спросить Ну как-то раньше не решалась Скажи, а что случилось с твоей мамой? Ее душмана похитили Чтобы обменять на одного важного афганца, которого наши взяли в плен А потом обмен не состоялся Ее не вернули Я не знаю, что с ней Может быть, она жива Я когда что-то делаю, всегда думаю, понравилось бы это маме или нет Девочка Мужик прикурить не найдется Спасибо Добрый день Добрый Я хотел бы подстричься немножко Как будем стричься? На ваш вкус Да, откуда такое доверие? Один ваш старый знакомый мне очень сильно вас рекомендовал Сказал, что на вас можно полностью положиться Интересно, и что же ты за знакомый? Ну, если честно, не важно Я вам потом расскажу, может быть Приступайте, Катя Не стесняйтесь, я готов Ты чего вылупился, кобель несчастный? Я думала, он тебя было бы совсем не интересует А тебя только я не интересую На мужика он смотрел А личный состав где? Он с местными в футбол играет Еще двое возле стола, один машина ремонтирует Ну, толково придуманный, лейтенант А так, глядишь, и начальником заставы станешь Жидковат, я буду против Пекарского Это точно Рит, ты где? Я у Кати проглодаешься, приезжай Что за человек-то такой, а? А почему у тебя такие ягоды целые получаются? А я когда варенье закипает, сразу огонь меньше делаю Чтобы оно не кипело, понимаешь? А вот и папа Беги, встречай Вы! Собирайтесь Что все это значит? Одевайтесь так, как будто бы вы хотите погулять по болоту Привет какой-то, я никуда с вами не пойду Джамал? Рита! Девочку тоже собирайте Она поедет с нами Быстро, быстро, две минуты у вас есть Товарищ начальник О! Закурить не найдется А ты, я вижу, проблему с коровой решил, да? Спецразрешение в комендатуре выписал Теперь к брату гоню Ну вот и замечательно Ты прости, я тороплюсь Товарищ начальник Что? Вот я у вас спросить хочу, только боюсь Ну я ж не кусаюсь А вот вы говорили, что этот железнодорожник Борька Вроде как опасный бандит А почему вы его не арестовали? А ты что, его видел? Сегодня днем в поселке, в парикмахерской, стригся Что? Ничего, стригся, говорю Веселый такой Парикмахершу смешил Чудак-человек Что вы от меня хотите? Ничего особенного Мы совершим небольшую романтическую прогулку по болотам К вашему любимому острову Там нас будет ждать ваш старый знакомый Как только он придет, вы свободны Сволочь Я надеюсь, ко мне это не относится Мы же с вами очень мало знакомы А насчет вашего мужа У него к вам есть определенные претензии А претензии нужно высказывать, правда? А то они разрушают душу Я никуда с вами не пойду Пойдешь Пойдешь Ты же не хочешь, чтобы я прострелил Ногу твою, очаровательная дочка? Сиди Часовой? Где все машины? Так на задержание уехали А этот? Полковника Товарищ майор Товарищ майор, подождите Ну, товарищ майор, ну что же вы делаете? Мне же попадет Иди на пост, боец Ну, мне же попадет Все помните Обижаешь, брат Действуйте А наша просьба Там, в багажнике Удачи И тебе удачи, брат Вролов Который час? Еще полчаса, товарищ полковник А никого нет Тихо Ну, вот видишь А ты боялся А ты боялся Катя Катя Рит Пора Девочка Никуда не пойдет Ты уверены? Ритя А! Лиз. Там не умеет. Лиз я сказал! Рита! Что ты делаешь! Сволочь! Ты что, там не умеет? Мадам, вам придётся поторопиться, чтобы её спасти. Вперёд. Катя! 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 Три досины, там уже 60 на запад и 700 строго на север. Не, ну ты посмотри, что с людьми материальное заинтересованность делает. Вы ещё шутите, товарищ поколник? А что нам ещё остаётся? Только весеница. Ты смотри, всё как по распишанию. Мадам, я покажу. Какая мальчик? Вперёд! Катя! 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 Пойдем, лейтенант. Посмотрим, что за улов. Чисто! Чисто! Давай! Смертники, твою мать! Как пацанов развели! Спасибо, государственное. И прощайте. Брось оружие! И поднимите вверх. Ух ты! Не советую вам стрелять! Иначе погибнет заложница. Где Рита? Антон, Рита жива. Она на хуторе, в яме. Без нас вы хутор не найдете. Так что, майор, нужно договариваться. Ты же не хочешь стать убийцей собственной дочери? Что ты хочешь? Не знаю, мне нужно подумать. Например, ты опустишь оружие и дашь мне уйти. Это исключено. Тогда я должен ждать, когда обстоятельства изменятся. Руки! Тихо. Покурить. Покурить хотя бы можно? Антон! Брось пушку! Наездки и ты туда же. Решил помочь перебрать ему ядерные отходы за границу? Не гони пургу, начальник. А ты спроси у него, если мне не веришь. Либо загляни в лодку. Ну что молчишь? Правду боишься узнать? На нем и так девять трупов убьешь, меня будешь десяток. Он врет. Конечно, он врет. Ну ты сам по сути нахрен, ему нужны лишние свидетели. Огонек есть? Он убил начальника Литосской заставы. И твоего друга Ложкевича. Бросай зажигалку! Антон! Антон, Рита на хуторе в яме. Она утонет. Сколько до хутора? Часа два не меньше, мы не успеем. Она утонет. Я дорогу через болото знаю. За полчаса доберемся, могу проводить. Только у меня условия есть. Какое условие? Говори. Там ваша территория. Я хочу, чтобы мне дали уйти. Я тебе обещаю. Иди. Живее! Я сам иди вперед. Папа! Саня! Помогите! Папа! Папа, я тут! Папа! Как ты? Да нормально, идем. Здесь. Рита! Папа, я тут! Уйди в сторону! В сторону отойди! Пальчики убери! В сторону! Папа, Рита! Смотри-ка! Дай руку. Больше, ну как-то. Мышка, ну что, да? Я тебе не даю. Ну, ну, закончим. Что ты забил? Ну, все хорошо. Стой! Спасибо тебе, Стас. Лимон с медом повышает гемоглобин. Он тебе сейчас необходим. Так удобно? Слушайте, да что ж вы со мной как с ним еще не-то, а? Разрешите, товарищ майор? У нас... Здрасте. Здрасте. Что у нас? Да так, ничего особенного, небольшое ЧП. У тебя совесть есть, Фролов? Простите, дама. Срочно. Ёшкиндры, на улице подожди. Есть. Ты принесла, что я просила? Да, постирала, между прочим. Надеюсь, никак прошла? Нет. Много вопросов не задавай, поняла? Да. Да, и во всем деть Катя слушается. Все ясно? Все. Будь умничка, будь грозунечка. Спасибо. Папа, фуражка. Папа, фуражка. Папа, фуражка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok